всем привет вы на канале интернет-магазина пряжа вязаный меня зовут мария и сегодня я вам расскажу про летнюю нить которая называется орион фирма производства vita на этикетке указано что эта пряжа произведена в индии для германии то есть пряжа фирмы vita производится по немецким технологиям разных странах и именно эта нить произведена в индии название у пряжи очень символичная она называется как созвездие орион и первая аналогия которая возникает с мерцающим блеском как звезды сияют на небе так и этот моточек переливается на свету очень деликатным ненавязчивым блеском таким точечным то есть нить не глянцевая но в некоторых местах имеет вкрапление блестящей ниточки эта нить дает такой мерцающий легкий эффект составе у нее 77 процентов мерсеризованного хлопка и 23 процента вискозы и именно волокна вискозы дают этот мерцающий блеск вот она она выделяется на фоне нити основы и переливается на свету моточек весит 50 грамм и длина нити в нем составляет 170 метров вязать производитель рекомендует эту пряжу спицами от трех до трех с половиной и крючком номер три то есть ниточка не очень тонкая имеет среднюю толщину в сравнении с большинством летних хлопков нить имеет четкую ясную структуру она состоит из четырех волокон мерсеризованного хлопка который равномерно вид глянцевыми волокнами вискозы скручены волокна между собой свободно витки располагаются на одинаковом расстоянии и вискоза по нити не скользит то есть она крепко вивает нить основу и в целом эта конструкция очень устойчивая нить крепкая не упругая образцы вам начну показывать на этот раз с образца связанного крючком потому что мерсеризованный хлопок он в большинстве случаев подходит именно для такого типа вязания мы взяли инструмент номер два с половиной связали немного плотнее чем рекомендует производитель узора в полотне ложатся очень четко ясно выразительно чем больше изгибов у нити тем больше эти изгибы съедают блеск но в этом случае блеск нити сохранился и полотно все переливается мерцает такой эффект возможен потому что нить здесь имеет двойной блеск во-первых ее основа это мерсеризованный хлопок он уже дает не матовую поверхность и нить авито волокнами вискоза которые имеют явно выраженный глянцевый блеск и на фоне не матового полотна еще придают в некоторых местах такого сияния сияние распределено равномерно полотно в целом смотрится как переливающиеся явно границ между этими бликами не видно несмотря на то что хлопок мерсеризованный он обычно имеет повышенную плотность в петле нить ложится очень мягко и аккуратно это возможно благодаря свободной скрутки и в таком варианте из пряжи ореон можно вязать любые летние изделия это могут быть топы маечки юбки сарафаны платья все что угодно потому что любой практический узор ляжет аккуратно мягко и отчетливо также крючком можно связать из этой пряжи большое количество аксессуаров нить имеет повышенную немного толщину в сравнении с другими мерсеризованными хлопками поэтому вязать ее легко и форму она будет держать лучше чем более тонкая нить так как нить имеет немного повышенную толщину ее можно легко вязать на спицах и получается вот такое полотно мы взяли инструмент также немного меньше чем рекомендует производитель номер два с половиной и выбрали плоский ажурный узор не плоские узоры те которые предполагают упругость в полотне не будут иметь достаточного объема потому что основа здесь хлопковая хлопок плотная нить и не пружинистая вискоза обычно дает небольшой тяжести полотну такой струящийся эффект но в этом случае она только обвивает основу в структуру она нити не встроена поэтому полотно имеет все свойства хлопкового то есть она хорошо держит форму она мягкая при этом она устойчивая и все узоры видны очень ясно и отчетливо но так как хлопок у этой нити мерсеризованный то есть более плотный и крепкий чем не мерсеризованный хлопок узор не струится и не разравнивается в полотне то есть он имеет небольшую фактуру и рельеф после стирки изделие не стремится расправиться разгладиться оно какое есть во время вязания такое оно и остается узора имеет небольшую фактуру если вы хотите получить полотно с выраженной текстурой с легким объемом узоров то это нить как раз подойдет для этого в петле спицами нить также ложится мягко аккуратно кручение в петле не видно но полотно при этом имеет зернистый блеск потому что хлопок мерсеризованный так как нить не эластичная то узоры с перемещенными петлями косыми могут быть немного небрежными нить не будет подстраиваться под узор и ляжет так как она ляжет то есть она не подтянется в тех местах где это нужно больше никаких ограничений по узорам нет ниточка ложится аккуратно ровно но вязать ее нужно аккуратно так как свободная скрутка может давать зацепки спицами вязать из этой пряжи можно также любые летние изделия все те же самые что и крючком они будут смотреться нарядно будут иметь четкую форму силуэт при этом лягут мягко не будут стеснять движение будут дышащими благодаря составу и главная изюминка этой нити в том что изделие будет смотреться нарядно за счет двойного блеска палитру этой нити в основном светлая легкая летняя но есть у нее и темные глубокие оттенки которые в сочетании с блеском делают полотно по вечернему нарядным и в таком варианте нить подойдет для вязания и изделий не для повседневной носки а на выход назову вам номера 45 51 45 53 45 72 45 74 45 61 45 77 45 59 и на общем фоне выделяется вот этот моточек он имеет насыщенный сочный цвет желтый 45 75 и вот они два вечерних оттенка 45 62 45 52 покажу вам черный цвет отдельно потому что он выделяется на фоне других оттенков при дневном освещении волокна вискоза смотрятся как матовые они не имеют такого блеска но посмотрите как меняется картина когда появляется искусственное освещение как начинает моточек переливаться светлые оттенки блестят как при дневном так и при искусственном освещении одинаково хорошо и теперь поделитесь вы своим впечатлением от этой нити расскажите что из нее вязали какое у вас мнение сложилось они подписывайтесь на наш канал и увидимся с вами в следующих видео пока пока